На протяжении недели в Казани наблюдаются заморозки и минусовая температура воздуха, с которыми связаны появление иния и покрытие водоемов тонким слоем льда. В этот сезон Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий особенно на чеку. Несмотря на относительно недавнее заледенение водоемов, уже были зафиксированы случаи спасения граждан, провалившихся по неосторожности или нет под лед. В зимний период, когда имеется уже лед, ледовое покрытие, мы используем судно-воздушные подушки. Помимо этого, судно-воздушные подушки на территории нашей республики дежурят в 10 точках. То есть с момента начала ледостава и до окончания ледостава, когда уже лед становится крепким и по нему безопасно ходить, в 10 точках республики Таштан дежурят судно-воздушные подушки в круглосуточном режиме. И то же самое весной. Как только лед начинает, становится уже рыхлым, неустойчивым, люди начинают проваливаться. Тоже так же организуется работа 10 спасательных постов. За осенний период, то есть за период ледостава в прошлом году получается, у нас было порядка 12 выездов, человек 6 мы смогли все-таки вытащить. Как правило, вода замерзает неравномерно. По частям. Сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. На озерах и прудах лед появляется намного раньше, чем на реках, где течение задерживает его образование. Но даже при таких условиях лед может быть неравномерным по толщине. Поэтому сейчас не стоит выходить на столь небезопасную поверхность. Но если обстоятельства вынуждают, то лучше находиться в компании с кем-то, чтобы в случае непредвиденной ситуации кто-то мог оказать первую помощь. И экстренно позвонить в службу спасения по номеру 112. На тонкий лед лучше вообще не ходить. Вот сейчас, допустим, в наше время, если вы подходите к кромке воды и потрогали ногой, вроде лед держит, это не говорит о том, что можно выходить. Потому что вода замерзает, как правило, не от середины водоема и не от того места, где течение. Вода замерзает с кромки воды. Там лед наиболее толстый. Если вы сделаете пару-тройку шагов, то наверняка придете, в настоящий момент времени, когда еще лед не крепкий, наверняка придете в ту точку, где лед под вами провалится. Поэтому лучше не выходить. Но если уже такое случилось, то, само собой, нужно по тому же пути, по которому вы шли, то есть не меняя траектории, ровно на 180 градусов, и по этому же пути, по тому льду, который вас выдержал до определенного момента, по этому же льду нужно выбираться назад. Если под вашими ногами все же треснул лед, не стоит паниковать и совершать резких движений. Чтобы не погрузиться в воду с головой, нужно широко раскинуть руки, оперяться локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постараться забросить ногу, которая ближе всего к кромке, и, вытащив вторую, выкатиться на лед. Добравшись на безопасное место по уже проложенному ранее пути, лучше всего раздеться, выжать на мокшую одежду и снова ее надеть, чтобы снизить риск обморожения во время ожидания службы спасения. Помимо спасательного круга, досок и веревок, в работе службы спасения используют суда на воздушной подушке, которые помогают не только передвигаться по воде с выходом на берег, а в межсезонье по снегу, ледяной шуге или плавающем льдином, но и выиграть время на пути к пострадавшим. Пользуя все подручные средства, какие только возможно, если это берег, там могут валяться палки какие-нибудь, доски, если этого нет, то значит нужно лечь на живот, и по тому же пути, по которому ваш товарищ продвигался, к тому месту, где он провалился, поэтому же следы по его же, ползком, раздвинув пошире ноги, пошире руки, ползком продвигаться к нему. Если вы понимаете, что вы не сможете ему подать руку, то, что может повлечь за собой, и вы тоже провалитесь на этой же кромке льда, использовать можно все, что угодно. Верхнюю одежду, то есть если по рукавам растянуть, это получится уже метра полтора-два. Верхнюю одежду, шарфы, веревки какие-то. А вообще существует приспособление для рыбаков, которые передвигаются по льду. Когти специальные продаются они у магазинов рыболовных, которые необходимо иметь при себе. В случае необходимости их надо доставать из кармана и выбираться. Несмотря на соблазн прокатиться на своих двоих по неокрепшему льду, стоит помнить, что безопасность всегда должна быть в приоритете. За недельные заморозки корка льда еще не достигла нужной толщины, чтобы человеку или животному можно было безопасно передвигаться по водоемам. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универ Новости.